Актуальное питание офтальмологии обмерковали у Республиканским навуково-практичным Центры радиоактивной медицины и экологии человека. Там проходила конференция для урачов в области. С уседным опытом и опошними напрацовками в этой галине делились замежные специалисты. Под обязанностью в материале Ганны Корольчук. Амаль 170 офтальмологов из всей области слухают в конференц-зале лекцию запрошенного гостя Сергея Рыкова. Заслуженный урач Украины и эксперт Сусветной организации охоты здоровья по программе «Зрок-2020» рассказывает про заполенчие и инфекционное захворвание вока. Далее у дельников конференции майстер-класс по лечению косовокости от вице-президента Ассоциации детских офтальмологов Украины. Это накеронок особенно актуальный для урачов, которые работают с маленькими пациентами. У опошнин-час подобные патологии знаходят навык у одногодовых малых. Виной тому смартфоны и планшеты. А докладнее неуважливость батьков до здоровья детей. Шикарный мультик, будем так говорить, с Машей медведь. Очень удобно ребенку дать телефон, на который записан данный мультик. Маленький малыш с удовольствием сидит, смотрит в телефон, хохочет, улыбается. Мама, папа свободны в это время. И таким образом маленький малыш может проводить и 30, и 40 минут. Это в лучшем случае. Чем ранее дитя знакомится с гаджетами, тем выше вероятность развития косовокости. При этом хвороба впливает не только на внешний выгляд. Она становится серьезной перешкодой для отримания многих профессий. Например, косовокий человек не сможет стать водителем, хирургом, будовником або працовать в силовых и правооховных структурах. Урачи рекомендуют начинать лечение, как махараней, как до школы поспеть, выравнивать в очи и развить объемный зрок. У свои шесть годов Макар Якушев перенес неколькие операции. А почня, которую провели каля года тому, на счастье оказалась поспеховой. К шести годам у ребенка должна не только быть проведена операция, но и сформирована, потому что сама операция – это только 50% работы. 50% успеха в лечении косоглазии лежит на послеоперационном, дооперационный и послеоперационный период. То есть на то, как мы сможем сформировать и сделать работу мозга, чтобы оба глаза сливали и запрашивания в едины. У Беларуси все дети на первом годе життя проходят обовязковый огляд офтальмолога. И при выключении природженных проблем со зроком, далей батькам треба уважливо сочить, как в очи детяти глядели прама. Анна Корольчук, Игорь Марышенко, телерадио компания «Гомель».